Празднование майских праздников Осознал, сколько мало у него будет министров на этом совещании Понял, что все они разъехались по своим гасиендам, дачам и загородным имениям Решил не устраивать прецедент малой явки на оперативное совещание И это совещание отменил Но тем не менее мы проведем это совещание виртуальное Потому что и мы привыкли к этому, и население республики уже привыкло Да и аудитория нашего канала несколько больше, чем аудитория YouTube канала правительства Потому что мы не хотим жертвовать своими зрителями И проведем эту оперативку вместо Радио Фаритовича и его правительства Традиционно оперативное совещание начинается с обзора чрезвычайных происшествий Пожаров, ДТП и обстановки на дорогах республики С пожарами, конечно, в прошедшую неделю все было плохо Не говоря уже о том, что сгорел этот наш, условно наш самолет, сухой суперджет в Москве 41 человек погиб Самолет, носивший имя Мустая Карима, полностью разрушен, сгорел Ужасная трагедия, наши соболезнования мы приносим и семьям погибших, и пострадавшим в этом страшном пожаре Следствие идет, и пока, наверное, говорить рано о том, чем это все закончится Кроме всего прочего, и в Башкирии было достаточно много пожаров, к сожалению, на прошедшей неделе Странный, непонятный пожар был в Благовещенске И так до сих пор непонятно, что это горело, то ли трава, то ли лес Но зарево было до неба, и очень многие писали в соцсетях об этом пожаре Так и неизвестно, потушен ли он до конца или нет В общем, было достаточно масштабное явление в Благовещенске И в селе Кинзибулатова, Ишимбайского района, родного района Радио Фаритовича Злодеи подожгли мечеть Мечеть не полностью, но сгорела Очень странное, конечно, явление Я не припомню, чтобы вот как-то у нас такие события были Есть информация о том, что мечеть была подожжена при помощи каких-то горючих материалов Бензина или керосина В преддверии месяца Рамадан, который начался у нас буквально вчера Конечно, это знаковое событие, нехорошее И надо очень подробно разобраться, что же произошло Это какая-то внутренняя местная разборка или это что-то пострашнее Что-то вроде межрелигиозной розни или еще каких-то проявлений Подобных экстремистских явлений В общем, сгорела мечеть в селе Кинзибулатова Если говорить о обстановке на дорогах То наиболее значимым ДТП, конечно же, было ДТП При участии вице-премьера правительства и министра сельского хозяйства господина Файзрахманова 3 мая автомобиль господина Файзрахманова Toyota Land Cruiser 200 был опрокинут на крышу в Каюргазинском районе При довольно странных обстоятельствах, которых мы сейчас пытаемся разобраться Информации очень мало ДТП не попало ни в одну сводку ГИБДД Судя по всему, сотрудников ГИБДД на место не вызывали По крайней мере, официально Автомобиль был перевернут на крышу Задрапирован тканью, погружен на эвакуатор И увезен, по некоторым данным, в Уфу на ремонт, либо на утилизацию Непонятно, до какой степени он получил повреждения По неподтвержденным данным, за рулем автомобиля мог находиться господин Файзрахманов Но это пока мое оценочное осуждение, я не утверждаю этого Странным образом был изменен маршрут следования вице-премьера Который осматривал владения свои и сельскохозяйственные предприятия Каюргазинского района После плодотворной встречи с руководством СПК Ватан Которая славится своим хлебосольностью и гостеприимством Господин Файзрахманов внезапно возжелал посетить СПК Тюканова Когда ему сказали, что дорога туда очень нехорошая Такой гравийной, серпантиной, вообще туда ехать плохо Господин Файзрахманов сообщил, что он не просто министр сельского хозяйства А целый вице-премьер И вот он заодно проверит, какие у вас тут дороги Ну, в итоге бюджет Республики Башкортостан получает урон в размере примерно 6 миллионов рублей Если автомобиль не подлежит восстановлению Кто виновник ДТП и каким образом оно будет расследоваться Так и непонятно, и будет ли это расследоваться вообще На чем теперь ездит господин Файзрахманов, тоже неизвестно Известно, что с места ДТП он скрылся на втором автомобиле, на котором перемещался его зам В общем, мне очень интересно, будут ли последствия вот этого события Потому что вокруг сельского хозяйства Республики начинается нехорошая возня Мало того, что заявлен ущерб на 6 миллиардов рублей Об вот этих вот, как будто бы не взошедших, а зимых При том, что мне уже несколько раз сообщили из разных районов Республики Что вот эта заявленная катастрофа с азимами вовсе не так реально, на самом деле Как сообщает об этом господин Файзрахманов И некоторые специалисты предполагают о том, что готовится какая-то очень серьезная афера С вот этим пересевом азимых, с фальсификацией этих работ И получением вот этих, значит, компенсаций, дотаций и так далее В 10 районах Республики введено ЧАЭС, связанное с неурожаем азимых Зерновых культур В общем, конечно, вот на эту ситуацию надо обратить пристальное внимание А тут еще и вот этот перевернутый на крышу крузак Хотелось бы понять, будет ли руководство Республики Уделять большее внимание вот этому азарству и безобразию Которое творится в области сельского хозяйства Республики Башкортостан Мы продолжаем проводить опросы в соцсетях Прошедшую неделю у нас был опрос на тему доступности медицинских услуг в Республике Башкортостан От 10 до 12 процентов жителей и тех, кто голосовал по этому опросу Говорят о том, что им доступны медицинские услуги и медицинские функции Опции в Республике Башкортостан И, соответственно, от 88 до 90 процентов опрошенных Говорят, что они не получают в полной мере те медицинские услуги, которые хотели бы получить На эти цифры, конечно, нужно обратить внимание Я не претендую на абсолютную избыточность и достоверность выборки Но подобные опросы и подобные цифры не должны оставаться без внимания Я считаю, что нужно каким-то образом на такие вещи реагировать 90 процентов против 10 – это многовато Республика плавно переходит из одних майских праздников в другие 1 мая отгремел, коммунисты отшумели Надо сказать, что коммунисты в этот раз не особенно сильно проявились Заняты они были внутри партийной борьбой за выдвижение на выборы в сентябре И впереди у нас 9 мая традиционная победа бесия Которая должна захлестнуть республику и страну Напомню, что главным успехом последних 30 лет России считается победа во Второй мировой войне И с каждым годом истерия по этому поводу все нарастает Я понимаю, конечно, что особенно нечем гордиться Приходится гордиться подвигами предков Но, тем не менее, та дистанция, которая с каждым годом увеличивается от этих героических времен и моментов Она позволяет, видимо, все больше и больше извращать и фальсифицировать суть победы Конечно же, это печально Очевидцев практически не осталось Можно мифологизировать все, что угодно, но тем не менее И вот этот самый пресловутый бессмертный полк Изобретенный в городе Томске Несколько лет назад И который вдруг получил статус всероссийской акции Приходит и будет осуществлен и в Уфе Еще не начавшись, это мероприятие уже вызвало массу скандалов Один из жителей Уфы Назовем его гражданин Д Обратился официально к Хабирову, Мустафину и почему-то Мурзаголову С возмущенным текстом о том, что его ребенка в школе принуждают идти на этот бессмертный полк Что у них в семье принято отмечать великую победу иначе Что у детей требуют и вымогают по 150 рублей на проезд туда и обратно к этому полку И так далее, и так далее Но, в общем, конечно, это неизбежная история Когда вот эти принудительно регулярные мероприятия Особенно на фоне праздников и желания съездить на природу Вызывают раздражение и гнев людей Таких людей, конечно, немного, но их становится с каждым годом все больше Формализация этого великого праздника, великого события Которое случилось в жизни нашей страны Которые уже, собственно, и не существуют Конечно, на пользу реальной памяти не шла и не идет Но, в общем, вот граждане высказывают свое недовольство Ради Фаритович, естественно, никаким образом не среагировал на это обращение Равно как и господин Мурзагулов Судя по всему, Мурзагулов где-то в районе Барселоны и в Каталонии Ему довольно трудно сейчас реагировать на подобные вызовы Кроме всего прочего, я полагаю, что господин Инцидент Это дело все, как обычно, замнет и пропустит мимо Но, тем не менее, констатируем, что не все в Башкирии Покорно отправляются на этот, значит, бессмертный полк Кто-то заявляет в свой протест и, в принципе, наверное, имеет на это право Еще из новостей Дня Победы Такая новость, что впервые за много-много лет Или вообще впервые, я, честно говоря, даже не помню В Уфе пройдет военный парад Будет техника времен войны экспонироваться, я так понимаю, вживую Она пройдет по проспекту вдоль мэрии И примечательно, что эта техника будет привезена в Уфу Специально из музея из города Красногорска Ну, нам, видимо, теперь навсегда быть связанным с этим славным городишкой в Подмосковье Это наш город-побратим Второй округ Галли Ну, в общем, оттуда нам привезут танки и пушки У какого-то коллекционера возьмут взаймы Судя по всему, небескорыстно он все это представляет И обойдется это в копеечку республики и города Но, тем не менее, вот будем смотреть на танки, которые будут ходить вдоль проспекта Традиционно для оперативки и тема ямочного ремонта В Уфе и в Башкортостане Напоминаю, что господин Киреев, вице-премьер правительства, который курирует нашу всю дорожную сферу И вот этот самый ямочный ремонт Постоянный герой всех оперативок и застрельщик столбостроения в Уфе Без конца говорит о том, что администрации районов и городов должны наполнять в эту систему дорожный эксперт То самое мучительно рожденное в боях приложение, в которое нужно заливать фоточки ям А потом они их будут героически ремонтировать Возникла одна проблема, интересная и странная Дело в том, что в Уфе обнаружилось несколько улиц, которые целиком состоят из ям И в виде фотографии выложить это явление в приложение дорожный эксперт не представляется возможным Судя по всему, нужно делать длинное продолжительное видео, чтобы выкладывать его внутрь этого ресурса С целью иллюстрировать состояние дорожного покрытия этих улиц А вот такой функции у этого приложения нет Тем не менее, состояние вот этих улиц Менгажева, Новомостовая, Витошникова Приводит в ужас на самом деле и автовладельцев, и тех людей, кто ходит ногами по этим улицам Было бы очень любопытно понять, какое количество ям зафиксирует вот это вот Считоводство наше в дорожной строительной сфере, которое устроили господин Мухаммедьянов и Киреев Ям этих там тысячи и тысячи, они находятся одна на другой, одна другой глубже В общем, конечно, вот улицы в подобном состоянии, это не единственная улица, еще есть участки улиц Черниковки В совершенно кошмарном состоянии, ну и, наверное, в каждом районе Уфы такая улица найдется Именно по этим улицам будет понятно, насколько успешно справились со своей задачей два вот этих добрых молодца По ремонту дорог, посмотрим, ну вот на эти улицы нужно обратить пристальное внимание И запомнить их состояние на сегодня, на 7 мая Напомню, что до конца ямочного ремонта в Уфе и в Башкирии Остается чуть больше месяца, к 15 июня все ямы на дорогах должны быть ликвидированы И вот по этим улицам мы и оценим работу наших дорожных служб Обязательным номером оперативки являются новости заборостроения Напомню, что господин Киреев планирует заставить весь город Уфу столбами и заборчиками И вот этот участок забора, который появился на улице Достоевского, он на самом деле очень символичный Слева мы видим тот забор, который был построен при Хамитове, черный, чугунный, литой А справа мы видим вот эту вот странную серенькую конструкцию из трубчатой трубы Покрашенную краской серебрянкой, как на старых советских кладбищах Скрученную наскоро болтиками В общем, конечно, вот это в философском смысле иллюстрирует разницу и единство Преемственность власти в республике Башкортостан Все чаще и чаще начинают сравнивать Хамитова и Хабирова И вот, собственно, вот этот вот забор, переходящий из Хамитовского в Хабировский Четко нам иллюстрирует два подхода к одному и тому же совершенно бессмысленному процессу Для чего нужен этот забор в этом месте, наука, наверное, бессильно объяснить Но в первом случае господин Хамитов вложил гигантские деньги в совершенно бессмысленную вещь Соорудил литой чугунный забор на века, навсегда Как человек, всю жизнь тянувшийся к прекрасному, но не до конца понимавший, что это такое Хамитов вот так вот выразил свою эстетику А дальше заборчик Хабирова Аскетичный, простенький, по сути, одноразовый забор, который будет без конца ржаветь Его нужно будет красить, а значит, снова тратить деньги Конечно, для меня лично и для многих, наверное, это иллюстрация того Каковы подходы нынешней власти к бюджету, к его освоению, простите Это, на мой взгляд, вопиющая иллюстрация того бессмысленного и беспощадного воровства, которое царит в этой сфере Подобные конструкции — это изначально деньги на ветер Понятно же, что эти заборы, они не несут никакой функции Уже много говорилось о том, что они на самом деле еще и повышают аварийность В том смысле, что вселяют в водителей какую-то там бесшабасность и уверенность В том, что пешеход не выбежит на дорогу Ну, в общем, конечно, картинка очень характерная Вот именно в этом месте, где сошлись прошлое и будущее республики Башкортостан В области заборостроения четко нам иллюстрирует то будущее Которое нам уготовано вот с этой командой, по крайней мере, в ее нынешней, сегодняшней кондиции С эстетической точки зрения это, конечно, полнейший кошмар Я не понимаю, каким образом можно было утвердить подобный дизайн Если он вообще существует в этом заборе В исторической части города ставить вот эту жуткую конструкцию Могли только люди, которые либо очень уж люто ненавидят город Уфу И приехали в него ненадолго с определенными целями Либо, как говорится, абсолютно напрочь лишены какого-то вкуса и способности оценивать эстетику предмета Я бы хотел, чтобы на эти заборы обратили внимание наши яростные защитники городской среды Чтобы дали оценку внешнему виду и дизайну вот этих вот предметов и объектов Тут напрашивается, конечно, нехорошая поговорка о том, что кого угодно можно вывести из деревни А вот деревню вывести из кого угодно довольно сложно Напомню, что приехавшие в Уфу и руководящие сейчас республикой кадры Ну, почти никакого отношения к городу и Уфе не имеют Многие из них в ней не жили никогда Многие приехали с периферии И, может быть, таково их какое-то внутреннее понимание города, урбанистики, городской среды Но в любом случае выглядит это ужасно Выглядит это безвкусно И, на мой взгляд, преступно в отношении городской среды Которой и так осталось очень немного в Уфе Уродовать ее вот этими сооружениями Ну, это уже последнее дело со всем Редактор субтитров А.Семкин